28 июля 2022 года. Мы уже до обеда сходили, получили водичку гуманитарную. Сегодня на нашем пункте раздача она заканчивается. Завтра, скорее всего, ее не будет. Вот. Воды из крана у нас тоже нет и неизвестно, когда она будет. Я сейчас иду узнавать, есть ли у нас где-то пункты раздачи технической воды. Потому что мыться надо еще тоже и стирать. Я вот, честно, хотела летом обойтись без многоразовых подгузников. Для Алекса ничего не вышло, потому что такая напряженка с водой. И сейчас я опять в поисках подгузников, потому что те подгузники, которыми мы пользуемся, они самые дешевые. Но в России их выпускают только под госзабгаз. То есть их раздают... Прилетает. Раздают инвалидам по АИПР, индивидуальному плану реабилитации. Я их уже последнее время покупаю только... Мне покупают благотворители, дорогие мои люди, через АВИТО. И сейчас у меня опять стоит вопрос, что же мне делать. Потому что пока еще подгузники есть. На месяц, может, и хватит. Мы и так стараемся максимально экономить. Не знаю, как будет дальше. О, мы нашли водичку. И подвал у нас открытый. Пойдем, Алекса? Братик здесь. Он зелененький, зайка. Сильно. Пойдем. А теперь я куда-то. Куда едем? За пологой. А это на что? Еще. В Киевский район? В Киевский район. Там бахает? Ну да. Бахает. А еще там мины разбросаны. Лепестки. Короче, мы приехали в Киевский район. И нас встречают баси. Да, пока мы ехали в этом самом троллейбусе, уже начало сильно бахать. Сейчас мы тихонечко идем дальше. Я надеюсь, что больше ничего не прилетит. Но люди как-то очень быстро передвигаются. Потому что бахают очень сильно, блин. И на траву сейчас нельзя падать. В Киевском районе лепестки разбросали. Будем падать на асфальт. А что делать? Короче, уйдем. Пока мы идем до места, где надо. Может, на разы, блин, что прилетели. Идем, Мару, с ним сюда. Ты справилась? Угу. Пойдем на остановку? Угу. А, продержай, смотри, как мы идем. Нет, мы не пойдем на остановку. Пойдем туда по деревце. Куда по деревце посходить? Срочно нужно найти палец. Да? Угу. Куда посходить? Куда посходить? Пойдем туда. Что-то затихо. Что, все прилетело? Как думаешь? Не знаю. Домой доедем? Не знаю. Тебе, что, все прилетело? А, что, все прилетело? А, зачем тебе фотоаппарат? М-м-м... М-м-м? М-м? М-м-м? ку-ку сбегали еще в магазин купили бабушке соседке помидорчиков картошечки еще конфеты купила без сахара потому что ей нельзя с обычной у нас не выжимает вода что-то гремит вода у нас не выжимает и поэтому мы ходили с алексом к соседнему подъезду там из подвала вывели кран там набираем водичку бабушки соседки второй этаж ну по факту он 3 у нее выжимает чуть-чуть у нас не выжимает у нас по факту шестой этаж поэтому так не знаю если будет такой напор вряд ли у нас выжмет вода ну ничего тогда будем носить на шестой этаж ну хорошо лифт работает на так фитнес фитнес две бутылки по 6 литров и вперед на шестой этаж что-то громыхает так честно где сделал по делам нам я просто так не выезжаю как вы поняли вот это ездили в киевский район пока мы ехали в троллейбусе 1 прилет был где-то рядом мы вышли еще прилет пока перешли дорогу нужно потом зайти здание пока я узнала что мне еще нужно в другое место там обойти еще несколько было прилетов пока мы расспрашивали куда нам попасть потом пока я стояла получала нужный документ и наверное снарядов 10 еще прилетела выключи пожалуйста будильник только выключи вот сегодня прям вот киевский куйбышевский район проходили мимо мужчина предложил яблоки купить и огурцы у своей он вынес я у него спросила говорю здесь слышно было как там прилетала в киевском горит нет не слышно было говорит я просто сам из куйбышевского района там говорит просто каждый день горит рядом ложится мы у него купили все яблоки которые у него были огурчики забрали пожелали ему просто уберечь себя надеюсь что у него все будет хорошо кто куда мы с алексом сейчас пойдем возле соседнего подъезда водичку набирать потому что вода у нас так не пошла у меня стоит грязные обсуды которые надо вымыть часть водички нагрелась скоро по сутку нужно будет мыть яблочки сегодня купила у дяденьки все это за 60 рублей все смотрю и порежу на сушку некоторые хорошие хорошие яблочко но тверденько будет можно попробовать конечно лучше нашел да это будет лучше но ты смотри будет яблочко на зеленый там нужно посушить пойдем на водичку алексы тоже рюкзачок готов него две бутылочки влазит как раз ему две бутылочки это половина воды которому надо для того чтобы помыться вечером да нужно грелась пошли второй раз картина тут пошел Что ты боишься? Пошли. У нас тут заросли. Держи, Алекс. Хорошо. Ну, пальцы. Все. Все, нажал. Вот, набрали уже водички. Сейчас идем домой. И я... Вот, мамочка несет нам водичку в запасы. И я тоже. Мамочка несет водичку в запасы. И я тоже несу. Помогаю. Сейчас. Пойдем. Все. Вот мои кардио и силовая. И на ноги. И на руки. И на грудь, и на спину. Все, мама потренировала. У меня еще загар такой вот патриотический. Окей. Окей. Выгружай свои бутылки. Вот спадешь. Сейчас. Давай, давай. Говори всем пока. Пока, пока. Я хочу напомнить, друзья, что я собираю средства для покупки канцелярии для деток, которые сейчас проходят лечение в онкологии, для многодетных, для таких же мам, как я. Одна мама для деток-инвалидов, нам нужно собрать на 140 ребят, подготовить их в школе, потому что учебный год не за корами. Так что, если у вас есть желание, можете присылать. Информацию я оставлю дальше. Ссылочку на мои реквизиты я оставляю всегда под видео. Всем большое-большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так хорошо, сырчики. Поют. Где-то далеко шумит, но очень далеко. Доброй ночи, Донецк. Я уже думала, сегодня последний кусочек видео. Еще одиннадцати нет. И у нас что-то прилетает прям очень сильно громко. Уже два раза прилетел. Именно прилет.